Друзья, добро пожаловать! Это урок номер 11! И мы с вами начинаем сегодня со следующего Inspiration. Не будет сегодня никаких фраз. Хватит. Передышечка. Сейчас мы с вами немножечко повспоминаем очень-очень-очень классные слова. И, кстати, это будет еще один инструмент, как учить слова. Итак, перед вами сейчас будут появляться слова. Ваша задача вспомнить, а какой антоним... Антоним это противоположное по значению слова у нашего представленного слова. Ваша задача вспомнить его быстрее, чем я скажу. Итак, первое слово fall пишется через you. Один, два, три. И я говорю empty. Fall это полный, например, и стакан. Глаз наполовину полон. That is half full, а бывает half empty. Поэтому антоним слова fall is empty. Следующее. Old. Раз, два, три. Young. Все вспомнили. Лану Дель Рей. А сегодня у вас она в той же Дель Рей. Young and beautiful. Та самая песня. Итак, old старый. Young молодой. Если бы вы, конечно, себе там сказали baby, ну ладно, я бы не обиделась, тоже верно. Помните, что то, что говорит teacher, это правильно, но около, варианты около этого тоже правильны. Поехали дальше. Fat. Раз, два, три. Я говорю slim. Slim. Худенький. Еще можно было бы сказать skinny. Skinny, да, то есть тоже вот такой вот есть size skinny. В Америке почему-то размеры джинсов делятся на M, medium, L, large и S. Skinny. То есть маленький. Вот такая вот история. Итак, поехали дальше. Short. One, two, three. Я говорю tall. Short. Коротенький. Маленький. Малыш такой вот по росту. Tall. Высоченный. Следующее. Поехали. Light. One, two, three. Dark. Light. Свет. Dark. Тьма. Light. Светлый. Dark. Темный. Едем дальше. Buy. One, two, three. И я говорю sell. Buy. Покупать. Sell. Продавать. Я надеюсь, что вы это вспомнили, да? Это же самая важная история. Ready? Next one. Summer. One, two, three. Антонием. Winter. Конечно же, лето, зима. Следующее. Clean. One, two, three. И там будет dirty. Следующее. Begin. One, two, three. Finish. Finish. Если вы написали and, не написали, подумали. And, тоже плюс. Следующее. Small. Three, two, one. Big. Тут вот, конечно же, big. Это было easy. Следующее. Arm. Three, two, one. Leg. Arm. Leg. Sorry. Не знаю, видно, не видно. Ничего. Следующее. Wife. Three, two, one. И это будет husband. Противоположность. Муж-жена. Все тут ясно. Ну, давайте еще два. Right. One, two, three. Left. Right, left. Право, лево. Ну, и последнее. Are you ready for последнее? Black. One, two, three. White. Black and white. Black. Черный, white, белый. Я надеюсь, что вы справились с большинством из этих слов. И я надеюсь, что вот такая вот раскачка, это еще называется warming up, вам сейчас послужила хорошую службу перед нашей основной темой одиннадцатого урока. Итак, объявляю. Сегодня у нас в гостях с вами король будущего времени Уэлл. Итак, что о нем надо знать? Вот он, пожалуйста, в короне красивый. Такой стоит Уэлл. Я всегда говорю следующее. Уэлл, как Уэлл Смит. Всегда, который снимается в фильмах про будущее зачастую, да? Поэтому Уэлл Смит, красавица этакий, всегда тоже рядом с собой не терпит какого-то самовыражения глагольного. Он, как и любой король всех вот этих вот времен, трех, настоящее прошедшее будущее, он имеет у себя в действии глаголы. Как жизнь там располагается? Плюс, минус, вопрос, как и везде. Четвертого не дано, как говорится. Так вот, как и у глагола did, у Уэлла все просто. Вообще все просто, без заморочек. Это только do, does решили выпендриваться, потому что, ну, их двое, ясно, понятно. Так вот, Уэлл. Давайте начнем с вопросов. Will you go to ночной ларек? Will you watch сегодняшний лессон? Will you cry, если не посмотришь сегодняшний лессон? Will you stop, если чего-то не поймешь и потом заново перемотаешь? Вот он Уэлл. Ну, понятно, что на броню могут выходить и вопросительные слова. What will you watch tonight? Знаете что, мне постоянно приходят уведомления на телефон. Предлог, кстати, on, потому что on Netflix, он тоже надо его включить, кнопочку, да? What's on Netflix tonight? И вот он вышел вперед, этот знак вопроса за ним. Will как следует. Пожалуйста, живая жизнь, живее не бывает. Следующее, переходим. Отрицание. Will Смит выходит отрицать. I will not по-другому еще звучит, как I want. Не то слово, которое хочу, хотя произносятся они одинаково. Просто пишутся по-разному. Всегда ловите контекст. Итак, I want to watch Netflix with you tonight. Не буду я сегодня смотреть Netflix с тобой. Я не буду сегодня есть карбс. Найдите, что такое карбс. Это вот одно из вредностей, кстати говоря. Дальше. I won't go to ночной ларек, потому что не надо, а то буду eat карбс. Там куплю эти карбс и буду их лопать. Вот такая вот судьба Уилла Смита вы хотите отрицать, как и всех королевичей. И, пожалуй, теперь к самому интересному подберемся. Это плюсик. Ситуация плюсик. I will tell you. Если вот все остальные глаголушки, они как-то там имеют, точнее, глаголушки королевушки, они имеют возможность отдохнуть в ситуации плюс, этот не имеет возможности. Он решил работать сразу по всем трем позициям. Итак, I will tell you later. Я скажу тебе попозже. We will go to concert. We will. Сокращенно will. I'll. They'll. Как правило, это вот так вот в разговоре и миксуется. Дальше. I'll be down for that. Down for that. Это, кстати, сленг. I'll be down for that. Да, я как бы обеими руками за. Поэтому I'll be down for that. Расшифровка. I will be down for that. Кстати, обратите внимание, здесь be выходит как простой глагол, наконец-таки, а не как который помогает, да, понять, что там вообще происходит. И теперь еще также детальки. Не без деталек. Но детали на самом деле, они упрощают нам жизнь. Главное в них сейчас, как говорится, въехать. Итак, первое. I will go. У нас есть первая деталь. Просто сейчас все на сравнение будет. I am going to, который вы уже знаете. И I will be, например, sleeping. Итак, в чем же разница? I will go. Это как бы, ну, я пойду. Ну, как бы, кто там знает, что со мной приключится. Может, и не пойду. Но в планах есть. Поэтому где просто I will go, I will eat, I will drink, I will listen. Просто вот такая вот, знаете, наметка плана. И вроде бы как бы да. Ну, а вдруг, если нет, то нет. Я собираюсь стать вашим лучшим учителем. И тому подобное. А вот дальше смотрите. I will be sleeping. Например. Это. Если. Я говорю вам. Ну, все. Позвоню в 12 ночи. А вы в 12 ночи как штык в кровать. И тогда вы мне говорите. Анастасия. I will be sleeping. By 12 ночи. Там предлог by еще. К 12 ночи. И так это означает, что я стопудово буду спать. Это то же самое, как, например, у вас есть билет в театр. И вы точно туда идете. I will be watching представление в театре. Поэтому не звоните. Телефон будет off. Или flight mode. Да, как это еще принято говорить. Flight mode. На самолетик. На самолетик поставлю телефон. Ну, а теперь время задания. Давайте скорее это уже все оттренируем. Расскажите мне, чем вы будете заниматься на уикенде грядущем. И я хочу, чтобы вы это обрисовали мне с трех позиций. Например, what will you do? Что вы вообще собираетесь делать? То есть какие у вас есть планы? What will you do? Помните, вот просто I will go, I will drink, I will eat. Это я да-да-да, но может быть и нетушки. Не случится. И потом я пойду will do что-то другое. Это первое. То есть все свои наметки, пожалуйста, давайте от двух до пяти. Расскажите мне еще, что вы собираетесь делать. What are you going to do? И пускай, давайте здесь расширим. Пускай здесь будет не только уикенд. Ну, вообще прям ближайшее будущее. Следующая ситуация. What you will be doing? Что вы точно будете делать? Например, on Sunday, on Monday. Oh, sorry, какие Sunday, Monday? У нас Saturday and Sunday. Ну, можно еще Friday захватить. У нас же уикенд все-таки. Поэтому это стопудово вы будете это делать. Например, I will be watching Netflix. Я всегда по Saturday смотрю Netflix. Поэтому I will be watching Netflix. I will be cooking. Наверное, курицу какую-нибудь по рецепту Джейми Оливера. I will be sleeping longer. Буду спать дольше. И тому подобное. То есть, что у вас будет происходить? Вот прям сто-двести процентов. Итак, буду ждать. И увидимся в следующем уроке. Спасибо.